Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина, и да, как вы поняли с названием видео, сегодня будут мои пустышки Майя, именно уходовые косметики. Если вам интересно узнать, что у меня были за пустышки, тогда я вас приглашаю к просмотру. Берите что-то вкусненькое, полезненькое, а лучше кружку чая, и я вас приглашаю к просмотру. Сегодня у меня будет вот такая вот небольшая корзинка. Буду доставать, как обычно, по очереди какой-то продукт и рассказывать вам о них. Начну я со своего малыша, потому что у меня закончилось много чего именно моего сына, и мне хочется именно мамочкам на заметку порекомендовать то, от чего я реально в восторге. Ну что, девочки, начнем. Первое, что я хочу показать, это детская пена для ванны. Она идет в фирме «Наша мама» с ромашкой и календулой. Она идет гипоаллергенная. Девочки, мамочки, классная пена. При каждом использовании ее, блин, ну я реально испытываю восторг, потому что, во-первых, это пена, которая не щиплет глазки. От этой пены у ребенка, у моего сына, просто восторг. Он играет, плескается. Пена густая, она достаточно долго держится в ванной, но при всем при этом она медленно лопается, пузырики. И, ну, ребенку очень нравится принимать с ней водные процедуры. И при всем при этом, когда она попадает в глазки, у меня ребенок не испытывает какого-то дискомфорта, он у меня не плачет. Здесь у нас идет номинал 500 мл. Она имеет травяной аромат. И при всем при этом, когда вы именно пользуетесь ей ванной, ваш ребенок принимает ванну, он испытывает, мне кажется, такой небольшой релакс, он успокаивает, испытывает просто расслабление, релакс и успокаивается, готовится ко сну. Классная штука, цена, качество. Так что, девочки, мамочки, обязательно присмотритесь. Заканчивается батарея, боже мой. Следующее, что у меня закончилось, это, точнее, у моего ребенка, это шампунь «Наша мама», тоже гипоаллергенный, с экстрактом череды календулы и пантенолом. Классный шампунь, которым я пользуюсь уже, наверное, практически с рождения малыша. И хочу вам сказать, мы пользуемся им каждый день. И у моего ребенка не короткая стрижка. Знаете, как вот бывают мальчики, прям коротко-коротко, практически лысенькие уходят. У меня у ребенка удлиненные такие волосики. И после использования данного шампуня, легко расчесывается и нет никаких слез при его использовании. Классный шампунь, который не оставляет на волосах пленки. Хорошо пенится, размыливается, смывается. Просто 5 из 5. Следующее, что у нас закончилось, это детское мыло, тоже гипоаллергенное, с маслом авокадо. Имеет приятный аромат. Хорошо пенится, хорошо смывается с рук, то есть не остается тоже никакой пленки. И он также подходит для подмывания. Мы использовали его также, когда у нас был совсем маленький ребеночек, Кирюшка, мы просто его им подмывали. Не было никакой ни сухости, не было никакого раздражения в паховой зоне. Так что, девочки, у кого дети также склонны к аллергии, думаю, данное средство вам будет интересно попробовать. Классная штука, которая не вызывает ни сухости, ни раздражения. Следующее, что закончилось, и в основном она покупалась для нашего тоже ребенка, это влажная туалетная бумага с ромашкой. До этого я, наверное, как и все мамы, пользовалась обычными влажными салфетками, но после того, как я начала пользоваться туалетной бумагой, я сказала, господи, как это классно. Во-первых, нет нужды после использования данных салфеток, вот влажных, именно влажной туалетной бумаге, нет нужды бегать и выбрасывать это все в мусорное ведро. Здесь вы просто при применении можете спокойно выбросить в унитаз, и в канализационных трубах все растворится, все эти листочки не будет, никакого засора. Классное использование, нет тоже никакой ни сухости, ни раздражения, ничего. То есть, хорошая туалетная бумага, она стоила что-то, по-моему, 70 рублей, а можно и со скидками найти дешевле. 72 штучки хватило ровно на месяц. Почему нет, я думаю, классный выбор для любой мамы, и можно также спокойно брать в путешествие, особенно в летний сезон. Думаю, блин, вообще классно. Следующее, что у нас закончилось, это у меня были, закончились ватные диски. Кстати, они плохие ватные диски, они тоненькие, расход продуктов с ними идет минимальный. От ленты, и также от ленты ватные палочки 100 штук. Обычные влажные ватные палочки, которые очень даже неплохие. Следующее, что закончилось, я сразу же, наверное, покажу и выброшу. Это вот такой вот гель антисептик у нас идет, с экстрактом алоэ вера, прополиса и пантенол. Я его покупала в экспрессе за 50 рублей, положила в сумку, и те, кто подписан на меня в инстаграм, уже в курсе того, что у меня произошло с ним ЧП. Она просто лопнула у меня в сумке, и мою маленькую кожаную сумочку залила половину практически этого средства. Ну, слава богу, я успела вовремя среагировать, и это туда все просто убрать, вытереть, и проветрить, высушить, и слава богу, все нормально с сумкой. Но хочу сказать, это подстава из подстав. Не знаю, просто, знаете, вот как-то вот реальное разочарование. Думаю, что больше такие тюбики, именно вот такого средства в экспрессе я брать не буду. И до этого мне было не весьма удобно это вот откручивать, наливать в руки, распределять, опять закручивать. Она вся влажная, и, как-то знаете, ну, реально неудобная упаковка, при всем при этом она еще лопнула. Так что в урну и до свидания. Следующее, что не показало, это зубная паста, которая закончилась у нашего ребенка. Мы ее берем постоянно, из-за исключения того момента, который у меня был. Я взяла и долго плевалась ядом. Паста Рокс с ромашкой, с душистой ромашкой, она не будет пениться, когда вы будете чистить зубы своему малышу. И ее можно использовать с нуля лет. То есть, когда у вас появляется первый зубик мамочки, вы спокойно можете брать эту пасту и чистить зубик, приучать ребенка. Ну, естественно, вначале мы пользуемся силиконовыми какими-то щетками. Классная зубная паста, которая, если даже ребенок может, ну, как бы дети плохо могут еще некоторые сплевывать, если даже ребенок чуть-чуть проглотит зубной пасты. Вот у меня лично нет беспокойства о том, что у моего ребенка будет раздражение желудка, кишечника. То есть, как бы максимально, как производитель нам говорит, то, что идут натуральные компоненты. И я доверяю производителю, потому что почему-то я как-то прониклась в этой зубной пасте. И моему ребенку нравится. Так что это покупка любимая, которую я буду брать, и брать еще, наверное, иное количество лет. Следующее, что я взяла, точнее, закончилось, это была разогревающая маска от фирмы L'Etoile. Могу сказать, это просто баловство. Она разогревает, и у вас щечки становятся румяные. В принципе, неплохой эффект, но за те деньги, которые она стоит в магазине L'Etoile, это дороговато. Я знаю, что есть уйма других масок, которые имеют разогревающий эффект. Это, по-моему, фирма у нас не в Вене идет, вот гарнир, что-то есть разогревающее, и она еще очищающая. Точно такой же эффект вы получите. Так что, как баловство ее можно взять, а как-то в основной его вход, это, думаю, ну, полнейшая глупость. Следующее, что закончилось, это у нас идет косметическая голубая глина, от которой, как я всегда, просто пищу, я в восторге. Я ее применяю постоянно, и зимой, и летом, и осенью, и весной. Она меня спасает от веснушек, она меня спасает от высыпаний, она меня спасает от каких-то неровностей цвета лица, на волосы, также применяя на тело. Ну, классная вещь, если вы не пробовали, конечно, пробуйте, но после ее применения не забывайте, что нужно наносить увлажняющий крем, так как глины, любая глина, она имеет свойство именно подсушивать кожу, так что будьте внимательны. Следующее, что закончилось у нас, это была зубная паста от фирмы Blendamet. Зубная паста, к которой, знаете, я отношусь очень-очень по-доброму, по-теплому, с такой снежностью, потому что это паста, которую можно еще купить в пределах, во-первых, 100 рублей. Этой пастой хватает, у нее объем идет здесь 100 мл. Ее хватает на месяц. При использовании, допустим, меняя супруга на двоих, а если на одного, то вообще надолго. Классная паста, которая хорошо очищает, и если после нее использовать какой-то хороший ополаскиватель для полости рта, то, я думаю, у вас вообще не будет никаких проблем с зубками. Не раздражает десна, нет какого-то, знаете, термоядерности, противности, какой-то классная зубная паста, которую покупала, покупаю и, наверное, буду покупать. Ой, так, следующее, что хочу показать, но сразу же с ртом закончим, это мой ополаскиватель от фирмы Listerinko, Total Car, 6 в 1. Как я уже оставляла пост в Инстаграме, говорила в своих фаворитах, это классная вещь, которая справляется с неприятным запахом, которая дарит уверенность в себе, после которой нет какого-то, знаете, вот бывают ополаскиватели, после которых вы воспользовались, проходит какой-то период времени, и вы не понимаете, для чего вы, собственно говоря, делали этот шаг в уходе за своими зубками и деснами. А вот после этого ополаскивателя классно, действительно есть ощущение чистоты, если у вас, ну, к примеру, кровоточивые десна, я могу вам сказать честно, кровоточивость десен, она пропадает. То есть, да, после нее использование есть какой-то вяжущий эффект, но он того стоит, поэтому, девочки, советую присмотреться, особенно сейчас весна, время поцелуев, лето, и думаю, молодым людям и девушкам, особенно те, кто холостые, я думаю, это вообще палочка-бурочалочка незаменимая. Так, еще у меня там не закончилось время. Следующее, что хочу показать, это тоже мой фаворит, который закончился, это увлажняющее антибактериальное мыло от фирмы Детол. Кот мягает. Оно идет с алоэ и молочными протеинами. Девочки, классное мыло, хорошо пенится, его хватает, вот на нашу семью его хватает ровно на месяц. Да, оно не стоит там очень сильно дешево, но это то мыло, с которым я дружу, которое меня устраивает во всем. Оно густое, мылкает, пенится, у него удобная помпа-дозатор, которого одного нажатия хватает. В общем, классное мыло, которого хватает на месяц, меня оно устраивает во всем. Девочки, классное мыло, так что вот так. Следующее, что у нас закончилось, это шампунь моего супруга, он идет гарнир фротисмен, идет с активным таурином, два в одном, волосы и тело. Был момент, когда я им пользовалась, я выставляла даже пост в инстаграме, о том, что после использования данного шампуня, у меня был действительно объем на волосах, они были пушистыми, мягкими. Не скажу, что хорошо расчетствовали, сказать это не могу, потому что после его применения я пользовалась бальзамом. Но, как таковое, знаете, освежить волосы после него, действительно, знаете, вот именно кожа головы, она испытывает какую-то определенную свежесть и ощущение чистоты. Но, наверное, здесь применение его должно быть для мужчин ежедневное, поэтому к вечеру мои волосы уже были не первой свежести, поэтому такое, знаете, двоякое ощущение, но, скорее всего, применять я его точно больше не буду, а может быть, когда-нибудь еще и тоже попробую. Как-то вот такое мнение о нем сложилось. Следующее, что закончилось, это бархатные ручки, крем для тела ночной, 5 из 5 ему ставлю, классный вообще, классный крем, он идет у нас с протеинами и шелками, провитамины В5 и эластин. Это тот крем, действительно, когда вы вечером его наносите на ручки, ложитесь спать, и утром ваши руки будут ухоженные, мягкие, мягкая кутикула, классный, вообще классный крем для рук, который имеет характерный запах, именно крема от чистой линии, хороший, да, конечно, он сейчас уже стоит дороже, чем он когда-либо стоил, но ему это можно простить, потому что он хорошо работает на руках. Следующее, что я вам покажу, у меня тут что-то все залито, это вот такой вот дезодорант от фирмы Nivea, он у меня закончился, полностью, он идет у меня антипреспирант, эффект пудры, мгновенное высыхание, 48 часов, мягкий уход. Хочу вам сказать, что это обалденный, хороший дезодорант за свою стоимость, который действительно работает, работает, который не перебивает ваш основной парфюм, и после которого нет никакого дискомфорта, нет ни зуда, ничего, классный антипреспирант, и имеющий приятный аромат пудры, и, как я уже сказала, не перебивает, собственно говоря, ваш парфюм. Следующее, что у меня закончилось, давайте вот, вот, это у нас масло репейное, закончилась очередная моя бутылочка, то масло, которым я пользуюсь, постоянным я имею ввиду репейное, для того, чтобы, ну, не как постоянно, когда у меня есть возможность и желание нанести его на волосы, после масла репейного, именно вот этого, я заметила то, что, к примеру, если я сегодня сделала масочку, вымала волосы, да, они будут чистые, ухоженные, блестящие, но на следующий день утром мои волосы будут тоже, уже не первой свежести, мягко говоря, засаленные, поэтому, не знаю, в чем проблема, именно после использования, использования данной, вот этой вот маски фирмы Каре, как тут написано, но эффект мне тоже понравился, как бы волосы такие последнего блестящие, вот так, вот уже ложить некуда, следующее, что закончилось, это у меня, ну, тут еще буквально осталось на одно применение сейчас, это моя любовь, это гель для душа от фирмы Ифраше, ваниль, девочки, как я люблю этот аромат, и как мне печально осознавать то, что все, у меня закончилась данная бутылочка, конечно же, я закажу себе еще такую же, в таком же объеме от Ифраше, потому что, ну, это тот, тот гель для душа, аромат которого мне просто не может надоест, и я им пользовалась, остатки зимы, остатки зимы, как только я его заказала в январе, всю весну, и вот уже, да, сегодня 31 мая, и вот на сегодняшний вечер мне хватит, и лета, я, наверное, начну уже с другого, дожидаясь, когда придет ко мне мой заказик, вот с данным этим гелем для душа, классно, гель для душа, хорошо пенится, не сушит кожу, и как производитель нам говорит, то, что здесь использованы растительные компоненты, им можно пользоваться каждый день, у вас ванна будет благоухать данным запахом, и вообще, ну, классно, если еще пользоваться с ним вместе, молочком бархатным, именно от фирмы Ифраше, тоже ванилькой, вы будете пахнуть ванилькой, вам, если вы любите ваниль, вам тогда не нужно вообще даже пользоваться, каким-либо парфюмом, потому что аромат на теле очень долго остается, следующее, что хочу показать, это просто моя любовь, мицеллярка с розовой ванной, крышечкой от фирмы Гарниер, хорошо смывает макияж, хорошо вычищает кожу от пудры, то есть, после него даже я просто прохожусь мицелляркой, перед тем, как умываться, даже тогда, когда я не наношу декоративную косметику, классная мицеллярка, мне ее хватило, по-моему, на месяца два, может быть полтора, но все равно, я думаю, я ее опять повторю, потому что, потому что она мне нравится, да, цена на нее нарастет, но дороже я покупать не хочу, а дешевле я еще пока не увидела мицеллярок, так что вот так вот, девочки, классная вещь, которая мне нравится, не имеет ни запаха, она не щиплет глазки, после нее нет никакой липкости, хотя, возможно, если кто-то просто умывается мицеллярной водой, я не могу сказать, после мицеллярки я всегда прохожусь по своим уходам, основным это умыванием, так что сказать не могу, если после нее, если просто умываться, ей будет липкость или нет, но так мне, в принципе, она нравится, устраивается, как еще раз говорю, цена, качество для данного продукта, и, конечно же, ее объем, но, увы, ах, цена на нее стала расти, это очень печально, следующее, что хочу показать, то, что я хотела попробовать, но не получилось, это мне попался в журнале, по-моему, Космополит, вот такой вот пробник от фирмы Шанель, я действительно хотела попробовать данный тональный крем, я просто загорелась, но, к сожалению, не подошел мой цвет, но консистенция мне понравилась, достаточно, такая, знаете, она муссовая, воздушная, и не ложится, когда я пробовала какой-то пленкой, если попадется мой цвет, конечно же, буду рада ее потестить, следующее, что мне также попадалось, по-моему, в какой-то, в каком-то журнале, тоже не подошел, цвет, Super Stiber, Skin от Maybelline, но вообще, какой-то рыжий, морковный, тут написано, матовый, бежевый, ну, как-то вообще даже, не понравилось, следующее, что тоже не подошли мне в оттенке, это пробники от Vichy, Tint Ideal, тоже ничего сказать не могу, но консистенция мне понравилась, мне даже кажется, там содержится какой-то в нем кремушек, и следующее, что закончилось, это от фирмы Lacoste, это просто моя любовь, я влюбилась в данный парфюм, и сейчас хочу попробовать полноразмерку, это называется Lacoste Sparling, классный аромат, такой, знаете, весенний, вот прям вот мой аромат, который я хочу сейчас попробовать, думаю, то, что может быть в ближайшее будущее возьму себе хотя бы небольшого объема, потому что правда цепанул аромат, да, он попсовый, но он меня заинтересовал, вот, девочки, это были все мои пустышки, надеюсь, вам было интересно, не слишком долго я вас тут помучила со своей болтовнью, если, конечно же, понравилось, поддержите меня пальчиком вверх, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео, также не забывайте подписываться на меня в инстаграм, оставлю ссылочку где-нибудь здесь, берегите себя и своих близких, а с вами была ваша Ира, всех люблю, целую, до новых встреч, и всем пока-пока!